В России продолжается Масленичная неделя. В Химках тоже активно отмечают этот праздник. Поесть блинов, а после немного размяться, можно было на улице строителей. Сотрудники Дома культуры «Контакт» провели для химчан развлекательную игровую программу «Масленицу встречай, зиму провожай». Жители могли принять участие в веселых конкурсах и отведать угощений. Нас пригласили сюда для того, чтобы мы вместе с жителями шумно, красиво, весело отметили Масленицу. Поздравляю с наступившей Масленицей. Желаю всем весело в соответствии с народными традициями отметить этот праздник. Поздравить химчан приехал депутат Совета депутатов и член Общественного Совета Химки «Интересно жить» Михаил Раев. Провожаем зиму, хоть она не хочет отступать, но говорят, через 10 дней уже будет теплее. А мы в неделю будем есть бледы, мазать их медом, вареньем, сгущенкой. Но на этом Масленица в Химках не заканчивается. В честь традиционного русского праздника на этих выходных в округе пройдут массовые гуляния. Немножко все подустали и от зимы, и от ограничений. И Масленичная неделя – это, наверное, самая веселая пора, когда уходит зима и приходит весна. И мы также для наших жителей готовы представить много мероприятий в рамках Масленичной недели. В субботу, 13 марта, праздник можно будет отметить сразу в нескольких парках округа. В парках имени Величко, Подресково и Экобереги. В программе концерт, мастер-классы, спортивные состязания, а также обязательные угощения блинами. Начало в 15.00. Праздник продолжит и на следующий день. В воскресенье, 14 марта, масштабные гуляния пройдут в парке имени Льва Толстого. С полудня на главной аллее будут работать аттракционы по метанию валенок и кулачным боям. Кроме того, жители смогут принять участие в мастер-классах, соревнованиях по перетягиванию каната, амрестлингу и дартсу, а также прикупить сувениры. Для желающих насладиться блинами будет работать полевая кухня. В парке будет много угощений. И, конечно же, это блины. И особенно я хочу отметить, что эти угощения для наших жителей делают наши градообразующие, наши главные предприятия городского округа. Это НПО Лавочкин, Энергомаш, Искра. В этом случае они выступают именно изготовителями блинов. С часу дня пройдут веселые конкурсы, выступления аниматоров, праздничный концерт и традиционное сжигание масленичного чучела. Начало праздников в 13.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова